МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты клиники ЭКОЛАЙФ проведут 10 процедур экстракорпорального оплодотворения и докажут, что бесплодие – это не приговор. Вы увидите все этапы ЭКО, узнаете, как делают детей в пробирке. Здесь нет придуманных историй, все по-настоящему. Горе, слезы, боль, отчаяние, радость и любовь. На ваших глазах участники проекта пройдут сложный путь к такому желанному для них родительскому счастью. Вы станете свидетелями зарождения новой жизни, а позже – появления малышей на свет. Смотрите на седьмом канале реалити-шоу «Хотим ребенка». Это волшебный и удивительный проект. Мы наблюдаем за тем, как сбываются мечты, и долгожданное счастье входит в дома наших участников. Лена и Вадим стали родителями троих мальчишек, а у Татьяны и Сергея – два сыночка и лапочка-дочка. Кто следующий, мы пока не знаем. Может, это будет Махабад, который наслаждается каждым мигом такой желанной беременности. С первой дочкой денег не было столько, чтобы делать так фотосессии. Поженились мы сразу после университета, одногруппники, поэтому была фотосессия у меня, две, по-моему, фотосессии было, потому что я люблю вообще фотографии. А так, что прям так часто, как сейчас, это уже вот, когда уже, как говорится, и уровень подрос. Очень часто. И вот даже уже за период беременности мы уже с ней походили сразу четыре, наверное. И чуть-чуть боком, чтобы было видно пузо. Плеча ниже. Самое было вот так, смотрите. Ну вот, допустим, если работать с Ириной, то это для меня заменяет, наверное, больше даже поход, лучше любого похода к психологу. Я могу выставить свет так, что любая женщина, имея какие-то там, допустим, недостатки кожи, фигуры, я сделаю все так, чтобы даже сразу после съемки исходники, просто даже без обработки, она получила такие, что у нее полностью перевернется сознание, она себя увидит абсолютно с другой стороны. Улыбайся. Так страшно улыбнулась. Машка у меня червине. Ну, за это, наверное, спасибо моей маме, то, что я никогда, я с детства была приучена, что экономить можно на ком угодно, на чем угодно, но только не на себе. В любой период жизни, тем более, когда ты вынашиваешь ребенка, и так, ну, не одолжение, но и так такой труд, себя баловать особенно нужно. С беременным просто иногда интереснее работать, потому что они, допустим, хотят что-то необычное, потому что уже вот эти вот избитые темы мимичности, там, пышные платья уже немного отходят на второй план, и больше хотят что-то такого дерзкого, необычного. Можно вот так. Это требует выдержки, потому что у беременных, ну, во-первых, гормоны, то есть это меняется настроение, хочу в туалет пить, прохладно, жарко. Ноги вот так вот, ручки вот так. Причем можно даже какую-то одну голову вот так все замреть. Как и моя мама, допустим, да, вот ей 55 лет, она шикарно выглядит. Я смотрела на нее, выросла, считаю себя достаточно, недостаточно, вообще считаю себя счастливым человеком, и хочу быть таким же примером для своих девочек. У нее еще самое только начало. Она говорит, как ее должны были на кесаре, но решили, чтобы она попробовала сама. Если какие-то осложнения были, тогда, во-первых, это не может быть. То есть мы пробуем рожать естественно. Да, естественно, путем, да. Любое какое-то, что-то не понравится, значит, сразу, во-первых, КТГ хорошее. Сфоттига. Сфоттига. Денадцать. Она поступила к нам в дородовое отделение, то есть это называется отделение патологии беременных, перинатальный центр номер 3. С 4 часов у нее началась регулярная родовая деятельность. Так как роды шли самостоятельно, все начиналось хорошо, мы ее пустили на самостоятельные роды, так как любая женщина должна родить самостоятельно. Это самое главное в жизни. Была проведена процедура, которая проводится обычно в родах. Это карбиотокография плода, на которой было выяснено, что сердцебиение ребеночка ухудшилось. То есть внутриутробно изменилось его состояние, он стал себя чувствовать не очень хорошо. То есть это были начальные признаки гипоксии. И для того, чтобы ребеночек родился здоровым, было принято решение роды завершить оперативным путем. Кесарев сечем. 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 Что там говорится? Посмотри, зеркало. Глаз не закрывай. Глаз не закрывай. Глаз не закрывай. Глаз не закрывай. Глаз 50-16 лет. Ребёнок родился хороший, доношенный ребёнок. Теперь Мульдэр наша стала мамой. Мама! 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 Музыка 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 Ну как, какие планы? Помогать? Помогать и помогать. Три раза помогать. Что еще делать? Радоваться новой жизни, помогать сыну и дочке. Хотели детей, хотели счастливых. Сынок мой счастливый. И я тоже счастливый. Я всегда их баловать, честно говоря, буду. Но не сильно. В пределах разумного. Будут эти два мальчика оберегать нашу одну девочку, принцессу. У нас есть одна внучка, у Тани, у Сергея не было детей. Мы очень рады, что наконец-то у них, благодаря проекту, получились дети. Подарили нам троих ног. Мы справимся, потому что мы вся единая семья. Мы все одолеем. Никого не забыли? Все, все. Вот наступил этот долгожданный день, когда наши детки наконец-то дома. Мы очень счастливы, рады, что теперь мы полноценная семья. Очень рады. Очень рады. По одному в спальню проносите. Кнопочки. Кнопочки. Маленькие такие, как мои куклы. После того, как мне их по одному начали проносить в палату, они были со мной, уже ощущала материнство, чувство материнства. Вот. Ответственности большой за них. То есть просыпалась по каждому звуку, писку. Вот. Это у нас Владик. Самый старшенький мальчик. Он родился самый первый. Ну и самый маленький. Это его братик. Вадик. Очень спокойненький мальчик. Наверное, папа. Так? Это у нас Катюша. Девочка с характером. Наверное, маму, да? Да. Надо тоже поспокойнее. Бывает спокойная, но бывает очень буйная. У нас сейчас голодненький, да? Будем сейчас кушать. Сейчас будем кушать. Да, да, да. Сейчас будем кушать. Сейчас будем кушать уже. Да, да, да. Да, 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 да. Я был ночным няней. Ночью ездил к Танюшке помогать с детками. Потому что, ну, все равно мамам тяжело ночи переносить, а я как-то поздоровее. Днем я занимался ремонтом. Времени не хватало, рук не хватало, но помогали родные. Все, 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 все для фронта, как говорится, все для победы. Все прям кучей заходили, все делали, помогали. Прям вообще молодцы. Прям всем, всем благодарны. Самая лучшая семья в мире. Капара Вайжан, Адельбековна, состояла у нас на учете по беременности, так как она жительница нашего района. Беременность наступила в процессе ЭКО. Да, благодарю вам. 16 января начались схватки, и я приехала в эту больницу. Да, больно было. Молча терпела и ждала побыстрее в больницу приехать. Она поступила на карете скорой помощи, доставили ее в родильное отделение с началом ротовой деятельности. С диагнозом беременность 40 недель, тазовое предлежание плода, Айжан была прооперирована, взята на операцию, продвинула операцию. Живот болел, тянуло внизу, и ночью болел живот. Ну, не так часто промежутки были. Утром начались каждые 5 минут схватки. Растерянность была, да, сестра вот. Так неожиданно, так сразу. Я к нему подошла, сказала, что я рожаю. Надо в больницу ехать. Отвезли ее, через полчаса нам звонят, акушеры. Вот так, вот так, у вас сын, приедьте, посмотрите, здоровье. Вот так вот дни до этого дошли. В период операции, когда готовили, было очень страшно. А потом уснула и уже очнулась в реанимации. Она операция прошла без осложнений. Родился живой, здоровый ребенок, мальчик, весом 2700 грамм. Как я узнала? 16 января у меня у самого дня рождения. Да, 26 лет назад я родилась сама в этот день. С утра собираюсь на работу, она ко мне позвонила в 9 утра. Сказала, поздравляю с днем рождения. Я такая, а, все, все хорошо. Ну, ладно, тебе перезвоню. Я говорю, ну, ладно. Через 2 часа ко мне звонит тетя с Алматы и поздравляет меня с племянником. Представляете? Да, говорит, классный подарок тебе сделала сестра. Я говорю, какая сестра? Она говорит, Айжана, наша Айжана родила. У меня там, ну, не то, что меня там поздравляют с днем рождения, еще тут у меня племянник родился. Это вообще было. У меня такое счастье было, такая эйфория была. После реанимации меня привезли в палату, и я попросила, чтобы мне принесли ребенка. Когда увидела его, поплакала. Смотрела так долго на него. Он так смотрел на меня. Ай, 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 привет, я твоя мама. И он так смотрит на меня. Такой взгляд никогда в жизни не забудешь. Ну, я только бежу счастье на ее лице. Только счастье. Когда я пошла к ней в роддом, когда зашла, когда увидела, она прям сияла от счастья. Прям сияла. Ты мой сладкий. Ты мой золотой. Спит все время. Иногда по ночам плачет только. По имени не обращалась. Родители мужа назвали имя Жантай. Ну, она спокойно все подготовилась, смотрела, видео смотрела и читала. Там себя уже морально, психологически она готовила. Ну, тихо ее не назовешь. Она вот такая активная. Постоянно вижу, как она бегает с ребенком. Постоянно расспрашивает медицинских сестер, нас, докторов, какие нужны, какие-то нужны особые наблюдения или внимание к ребенку или к ней. Постоянно спрашивают. Я бы не сказала, что она тихая. Она такая приветливая девочка. Прямо лучезарная такая. Без конца охота его поднимать на руки, нюхать его, целовать. Все время смотреть на него хочется. Чувствую себя настоящей мамой. Наконец-то долгожданное счастье через 10 лет у нас. Состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Они уже собираются на выписку, готовятся на выписку. Никаких осложнений нет со стороны матери, со стороны ребенка. Никаких проблем. Увидела его в первый раз. Он такой маленький, такой хрупкий. Я даже боялась его притронуться к нему. Состояние мамы и ребенка. Ну, второй триместр, конечно, от первого отличается, ну, кардинально. Это вот прям две стороны каких-то металей. Уже другие ощущения, уже шевеление чувствуется. Как нашалялька? Ну, проверь. Что стоишь? Уже можно действительно радоваться, наслаждаться вот этим красивым состоянием. Беременная женщина как-то описывает. Просто в первом триместре этого не понять, потому что и живота нет, и состояние, настроение не то. Стала кушать опять свою любимую еду, которой мне так не хватало. Я наконец-то стала кушать с аппетитом. Что ты можешь выходить на улицу спокойно, что я знаю, что тебе нигде не станет плохо. Я в основном дома или на улице, по дворе. То придумала себе занятие, ну, вязание. Как бы тоже небесполезная штука. Вязала сначала вещи себе, но потом уже ближе, по более большому сроку, уже захотелось вязать детские вещи. Особенно, когда узнали, что у нас будет девочка. Первое, что для нее я вот уже у меня готова, это маленькие розовые нарядные пинеточки. Все это решилось так же и резко, как мы узнали о том, что ее ложат. Ну, конечно, боялась то, что начнется. Вот эти все выдачные глаза. Я не думаю, что это нормальное зрелище схватки. Мне будет достаточно, что он будет рядом со мной с нормальной психикой, здоровый муж. Переживала конкретно, короче. Потом еще после того, как мы ее все положили, вся заяць прервалась. Капец, еще хуже стало. Не знаю, как я это все пережила. Вот это вот такое степень волны. А теперь уже все хорошо. Стоит ширина, очень близко к лицу, ничего не видно. Попросила постоянно поговорить со мной. Я говорю, поговорите со мной кто-нибудь. Она еще красивее всей будет. Я вам по секрету, чтобы никому не говорить. Я в магазин иду говорю. Они говорят, как твоя внучка? Я говорю, красивая. Я говорю, ну посмотрите на бабушку. Они вчера всю ночь терла, пыль вытирала. Бактерии, все бактерии. Утром соскочила опять. Сын, что ты? Нет, бактерии, бактерии убивай. Улечка едет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!